Субтитры сделал DimaTorzok Я был по прямой ездил до этого. Прямая дорога в принципе тоже хорошая. На 2 минуты медленнее пришли. Поехали туда, там лучше будет все-таки. Давай сейчас пропустим его, а то он сейчас налево уходит. Передачи короткие, из-за этого приходится часто переключаться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Цепь, считай, взял такой же, столько же, сколько было звеньев. А вот звезды там взял чуть-чуть более на мощность рассчитанные на оффроуд. Потому что в планах по горам поездить этим летом, ну вот весной, летом, там осенью, если получится. Соответственно, нужно было подготовиться к этому. Ну, защита вот на ручек сцепления и тормоза уже есть. Эти покрышки тоже поменял. Покрышки тоже пришли в негодность за 3... 3, нет, 2 года, сколько они у меня были, эти покрышки. Сейчас на этом слышно, наверное, плохо какое-то витрище такое, блин. В общем, это... Покрышки, да, поменял. Тоже на оффроудные. Но не прям вот на песок, которые по песку хорошо едут, а такие средние взял. Эти Мишлен. Аник, Аникей. Или Эники. Как-то так. А были Бриджстоны. Бриджстон стандартный, кстати. Они шли, значит, с... Они идут со многими мотоциклами оффроудными в комплекте, эти Бриджстоны. Ну, они как бы и по дорогам общего пользования тоже разрешены. И вот эти вот Мишленовские покрышки тоже разрешены. Поэтому тут как бы... Я тоже смотрел, чтобы у меня были, ну, обязательно с допуском на дороги общего пользования. Иначе ТО я бы не прошел. Тут как бы купить его нельзя, в отличие от России. Хотя я сейчас не знаю, может что-то поменялось. Ну, в общем, для тех, кто хочет купить ТО в Японии, как бабло. Если машина или мотоцикл у вас в технически неисправном состоянии, вряд ли вам дадут разрешение, ну, как бы на эксплуатацию этого транспортного средства на дорогах общего пользования. Разрешения идут, значит, на технику каждые два года, удается. Это называется Шакен. Стоит по-разному. Ну, я раньше рассказывал вроде про него немного. Там у меня был видосик небольшой. В общем, какой смысл? Там на мотоциклах сзади на номере клеится наклеечка такая, указывающая год и месяц, до которого вам разрешено ездить. А также вам выдается, ну, как бы, бумага, разрешение на эксплуатацию по дорогам с вашим номером двигателя, там, кузова и этим регистрационным номером. И на ваше имя записано. Да, вот опять вот они, радары, видите? Вон стоят сверху. И прям за поворотом, видите, как сделали хитро? То есть, вот там вроде как и светофоры, они одновременно включаются. Там зеленые, одновременно красные включают. То есть, получается, если вы едете на скорости, проходите эти два светофора, ну, они зеленые, к примеру, да, и там поворот. И только вы из-за поворота выезжаете, там, буквально метров сто, ну, я не знаю, сколько там, ну, да, примерно так, сто, может быть, семьдесят. И все, и радар стоит. То есть, ну, конечно, есть предупреждающие знаки, там, за километр, по-моему, за 500 метров до радара, что, как бы, ведется видеофиксация, пожалуйста, там, будьте осторожны, снизьте скорость, ну, и все такое. Ну, и если водитель не увидел, либо, там, не обратил внимания, или просто проехал, тыкаясь в телефон, куда-нибудь или еще что-то, с кем-то разговаривал, следовательно, ну, радар сфоткает и пришлет на домашний адрес квитанцию, да. Ой, что там у нас? Вот Сайтама, вот, видите, начинается. Сайтама, префикшен. Мы въезжаем в Сайтаму. Хороший сегодня денек. Сейчас где-то 2 часа дня, может быть, 2.30. Погода самая-то. Сайтама, она пошире идет, чем Токио. Мы сейчас вот из Токио ехали. Сайтама будет пошире, там и дороги пошире, и пешеходные зоны. И вообще так все более сделано открыто. Так, мне проехать бы это все это. Там у них эти автобусы. Не охота за ними стоять. Там могут кто-то пыть на поворот. Вот такие места, кстати, очень опасны. С точки зрения объезда вот этой пробки по наружной части. То есть около, между крайним левым рядом и обочиной Японии. То есть, если кто-то вдруг надумал поворачивать в кафе или ресторан, а их тут бывает прям подряд много очень стоит, или какой-нибудь вот такой вот магазин частей, то нужно быть очень осторожным и ехать не быстро, чтобы успеть затормозить перед таким. Потому что бывает, что они забывают включать поворотники. Так, ладно, сюда перестроимся. Меня что-то не очень устраивает ехать за этим грузовиком. Это район Вако. Я когда жил в Токио, в районе Итабаши, вот этот район был мой один из самых любимых для покатушек. На велосипеде, на мотоцикле. По одной простой причине. Здесь достаточно широко, здесь мало светофоров. А если они и есть, то они горят в основном зеленым всегда. Для дорог. Вален, охренеть, ты тут перестраиваешься. Я сам хотел туда. Сейчас покажу, кстати, магазин, где я покупал свой первый мотоцикл в Японии. Вот этот вот Red Baron с правой стороны. Здесь я брал. Там достаточно хорошие сервисы, цены приемлемые. И у них есть база данных, также вот по всей Японии. То есть, допустим, если у вас интересует какой-то байк, а его нету у них вот в наличии в этом филиале, то они привезут его бесплатно. За это вы не будете платить вообще ни копейки. Ну, тут огороды у людей. Что-то выращивают. И вот сейчас будет спуск. Если на велосипеде здесь ехать, здесь реально можно разогнаться, ну, километров до 45 точно. Так, а мне скоро налево надо ухать. А вот магазинчик, в котором я покупал свой первый шлем. Вот этот вот, Нирин Кан. Это магазин, супермаркет для байкеров. Там все для байкеров, плюс аксессуары, одежда, ремонтная мастерская, сервис, все, в общем. То есть, если вам что-то нужно... Их очень много, кстати, по Токио. Не нужно ехать куда-то там далеко и за город искать. Вот достаточно приехать в один из таких филиалов ихних и спокойно купить все, что нужно вам. Ну, конечно, может быть, чего-то там не быть также в этом филиале. Не беда. Они также могут вам привезти это все под заказ. Ну, то есть, у них в другом филиале где-то есть, и они оттуда заказывают и привозят вот в тот, который вам удобно, филиал. Ближе к вам, например, сюда или если вы живете, там есть еще один какой-нибудь, там можно туда прям заказать, чтобы привезли. И они потом вам это делают звонок, и вы приезжаете уже, забираете эту вещь. Ну, либо если вы там, например, какую-нибудь одежду, вы хотите там, вот как я куртку себе покупал, тоже не было в филиале. Мне пришлось позвонить, ну, как, не мне, а точнее им. Пришлось позвонить, заказать из другого филиала. Значит, она, эта куртка приехала, мне позвонили, сказали, что приезжайте, измерите, я померил, все подошло размером. Все, я себе взял. Вот это, вот я считаю, так вот самое оптимальное. А не то, что, как вот бывает в некоторых магазинах, особенно вот в России. Я, конечно, ничего против не имею, но некоторые филиалы, которые вот просто там между собой, они даже не общаются, понимаете? И ты спрашиваешь, а у вас есть это? Они говорят, нет, нет. А спрашиваешь, а где есть? А мы не знаем. Ищите. Ну, например, там вы можете сказать, а где она примерно может быть? Ну, вот съездите туда, посмотрите, спросите у них там, то есть вот так вот, понимаете? Сейчас, кстати, будет мост и хороший вид на Аракаву, река Ара называется. Здесь канал, там чуть дальше она будет. Игорь Негода. А, да, видимо, тут, где канал, она очень узкая, но не очень, в общем. Не знаю, значит, не тот мост. Я по другому мосту ехал, там прям хороший вид был на нее. Тут что-то нету. Не то совсем. Вот мы в Сайтаме, можно сказать. Вот это вот Аракава, это, грубо говоря, как граница между префектурами Токио и Сайтама. Есть станция, как это, станция район, прям называется Сайтама. Вот, видите, сверху Сайтама, 5 километров. Но, по факту, то есть, мы уже находимся в префектуре Сайтама. Как я уже говорил, здесь очень широко. Вот, видите, дороги достаточно широкие, автострад много, много магазинов, много стоянок, и много заводов. Нам сюда, нам потом направо. Входим. Входим. Так что, вот такие дела, ребята. Девчата. Сайтама мне не очень нравится как место для проживания, по той простой причине, потому что очень много заводов, в частности, этих переработки отходов. То есть, можно сказать, с Токио, с Токио, весь мусор везется в этот, в Сайтаму. и перерабатывают здесь. Но это очень хреново, я вам так скажу, потому что вонище стоит просто неимоверно. Я когда на велосипеде здесь катался, ну, я говорю, вот я жил туда за реку, и где-то, ну, может, километра пять еще там от этой реки, в сторону Токио, там будет этот район, Итабаши. Вот, значит, там нормально было, там не воняло, ничего, то есть, заводов там не было. Но вот сюда вот за реку выезжаешь, тут и металлообрабатывающие заводы, и вот эти мусорных полно заводов. Прям едешь, такой вот смрад стоит. В этом плане Сайтама не очень для проживания. Поэтому, ну, вот в частности, вот район, вот около Аракавы, которые вот эти вот районы идут, туда дальше я не знаю, может быть где-то Омия, еще что-то там, где-то будут хорошие для проживания. Но вот около Аракавы, это Кавагучи, по-моему, называется. Кавагучи район. Не очень, мне не понравился. Но так в целом, вот видите сами, здесь сделали такие импровизированные пешеходные дорожки, взяли часть дороги, как бы отгородили и сделали, чтобы только для людей. Ну, с одной стороны, конечно, это, ну, ничего так, но с другой, конечно, безопасность такси. Вот видите, впереди дети малые, да, а кто-то едет на машине, захотел паркануться. Он раз резко, вот, как сейчас, видите, да, опа, и завернул. А ребенок побежал, да, там ни бордюра, ничего, то есть, ну, как бы опасно. ситуация может быть опасная. В этом плане, вот, конечно, вот такие вот дороги, да, не очень. Но здесь очень много частных домов, вот, как видно, здесь можно смотреть, вот дом стоит, вот тут еще какой-то был до этого. Там, ну, все старые, конечно. Сайтама сама по себе, она старая, очень. И новые дома здесь не очень так часто строят, поэтому, если вы переезжаете в Сайтаму, обязательно уточните, какого года постройки у вас дом. И сами обязательно туда съездите, все проверьте, чтобы ни запаха не было, никаких там гнилья, ни плесени, ничего, ни сырости. Хотя, конечно, они могут подготавливаться, но, если вы заходите в квартиру, и там прям чувствуете запах какого-то парфюма, или какой-то там освежителя воздуха, знайте, что в данной квартире хотят скрыть неприятный запах. полиция какая-то стоит. понятное, что делают. Что-то регулируют, что-то движение, может, там что-то произошло, или что-то непонятное. может быть, да, в доме, который с левой стороны, поэтому они там и вот дорогу перегородили. с левой стороны,